привет друзья у нас сегодня опять азиатская кухня опять я вас повеселю своим неумением пользоваться палочками и сегодня мы приготовим жареный тофу не просто жареный тофу а с салатом тофу мы готовили наверное дней 10 назад об этом есть отдельное видео ссылку я оставлю в описании сыр очень интересный тофу я встречал практически во всей азии в китае и в юго-восточной азии в индии едят этот сыр едят вот в индии вообще особенно особенно так сказать он распространен потому что страна по своей большей части вегетарианская тофу вегетарианский даже можно сказать веганский сыр делается он из сои и кстати делать его очень выгодно но по сравнению с тем что покупать допустим у нас в украине килограмм тофу стоит 400 гривен а за полкило сои из которых получилось почти полтора килограмма тофу мы заплатили около 30 гривен поэтому выгода совершенно сумасшедшая в общем если вам интересно как сделать самостоятельно тофу подпередите по ссылочке в описании посмотрите видео а сегодня мы его зажарим для вас давайте пройдемся по ингредиентам но список всех ингредиентов а также пошаговый рецепт приготовления скрупулезно написанной ларисой вы найдете в описании видео и так сам тофу сыр хранится в воде поэтому перед его приготовлением мы его извлекаем из водички и промакиваем бумажным полотенцем далее для салата принципе можно использовать совершенно любую зелень нам понадобится шпинат руккола мы взяли помидоры черри и сладкий перец и приготовим соус оливковое масло это будет заправка поливка и для тофу и для салата соевый соус так немножко не по азиатски решили мы сюда добавить французской горчицы но мы готовим не какое-то азиатское блюдо а просто понравив понравившийся нам рецепт жареного тофу вот с таким вот соусом лимонный сок и наконец мед все это тщательно перемешаем и отставим в сторонку он нам понадобится позже теперь подготовлю то что мне нужно для салата возьму пару троечку черриков порежу их пополам и тоненькими вот такими вот полосочками нарежу немножко сладкого перца кстати еще не сказал будем использовать кунжут немножко рукавы и немножко шпината такой у нас будет импровизированный салатик красивый наверное должен получиться чик чирик чик 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 не умею я делать красивые салатики поэтому и так сойдет далее перейдем к виновнику нашего торжества вообще тофу достаточно нейтральный сыр употреблять его в пищу самостоятельно вот так как он есть но он такой нейтральный можно даже сказать бы вкусный из него очень классно готовить блюдо тофу очень богат белком сейчас по выпендриваюсь как-то вот так вообще можно порезать ну совершенно любыми можно просто вот прямоугольничками порезать можно порезать кубиками но можно мне вот так вот захотелось порезать ему вы же мне простите такую мою прихоть может она и не оправдана ничем но мне так нравится да так вот то очень богат белком и идеальная идеальная пища вообще для людей которые не едят мясо и никаких мясных и животных продуктов просто просто потрясающий сыр но мне он также нравится хотя и мясоед мне тофу нравится вот во многих блюдах мы недавно готовили карри с тофу получилось очень классно вот еще представляем вам рецепт жареного тофу итак друзья перейдем к плите на разогретую сковородку наливаем растительного масла и ждем пока оно разогреется после того как масло разогрелось можно присолить его немножко но в данном случае мы используем розовую гималайскую соль сам по себе тофу совершенно нейтральный поэтому его нужно и досаливать тоже выкладываем сыр на сковородку и обжариваем с каждой стороны примерно по две с половиной минуты до образования золотистой корочки мы вам сейчас покажем как это после того как тофу обжарился с одной стороны переворачиваем его вот так вот видите он стал такой желтовато золотистый можно не переживать тофу не плавится и не расплавится это из разряда такой же сыр как халуми который можно совершенно спокойно жарить на сковородке и он не плавится принципе степень обжарки вы можете регулировать тоже по своему желанию но нам нравится вот такая вот когда он не зажарен вообще до хрустящей корочки а вот таким вот образом подрумянин опционально можно посыпать сверху сыр либо острым перцем либо паприкой либо базиликом или допустим какие-нибудь прованскими или итальянскими травами полностью обжаренный сыр снимаем со сковородки готовый сыр сервируем вместе с салатом можно какие-нибудь фигурки повыкладывать а можно и не выкладывать достаточно вкусно пахнет вся эта история азиатская как-то так теперь польем соусом и будем пробовать чуть не забыл еще сверху кунжутом все это присыпем и красиво и вкусно и кстати полезно ну и мой маленький аттракцион с китайскими палочками которыми до сих пор не умею пользоваться вкуснятина соус очень очень классно оттеняет вкус ну вернее дополняет вкус тофу я боюсь что ларисе на дегустацию не останется вот треугольные кусочки не очень вообще удобно этими палочками реально вкуснотища друзья попробуйте приготовить тофу и попробуйте его зажарить это реально вот так вот очень вкусно ну и конечно сделайте еще и карри посмотрите видео как мы готовили к рисков с тофу вам тоже очень понравится надеюсь что видео вам понравилось понравилось и жареный тофу вам тоже придется по вкусу спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх пока